Всем добрый день или добрый вечер, как кому больше нравится. Я начинаю свою лекцию. Итак, сегодня мы рассмотрим несколько тем. В частности, я хочу сегодня рассмотреть такое понятие, достаточно известное и простое, как граф Кэрри. У нас есть группа, заданная, для которой известна некоторая система выраждающих. И граф Кэрри, это определение довольно простое. Представляете, следующим образом. Граф состоит, насколько мы помним, из вершин периодных, в первую очередь. Я буду обозначать его вот таким образом. С, рукописная, от группы и множества порождающих. Представляете, следующим образом. В качестве вершин графа Кэрри берутся просто все элементы группы. В качестве рёбер. Ну, рёбра, значит, каждой вершине и каждому порождающему соответствует ровно одно ребро. Поэтому в качестве рёбер берется просто произведение множества вершин. То есть, множество элементов группы на множество порождающих. Ну, на самом деле, если вы помните, каким образом я определял графы, то графы наши, у них рёбра, каждое ребро можно рассматривать в двух возможных направлениях. Рёбра являются ориентированными. Поэтому, на самом деле, здесь у нас будут порождающие им обратные. Значит, рёбра. Ну, и надо описать, каким образом рёбра присоединяются к вершинам. Ну, это очень просто. Значит, если у нас есть вершина, которая соответствует какому-то элементу, у нас есть ребро, которое выходит из этой вершины, значит, оно, соответственно, будет... Значит, оно состоит из пар, да? Первая компонент и пара – это элемент группы, а вторая элемент и пара – это порождающий или ему обратный. То есть, рёбра записываются вот таким образом. Где А – это или порождающий, или ему обратный. Вот. Ну, соответственно, ребро, соответствующее такой паре, оно выходит из этой вершины и приходит в вершину, которая просто есть произведение этого элемента, на соответствующий порождающий ему обратный. Вот. Ну, это можно формально описать. Значит, если у нас есть ребро, то у нас есть начальная и конечная вершина этого ребра. Это ориентированная ребра, да? И здесь нужно написать. Значит, начальная вершина. Ну, формально я должен два раза скобки писать. Вот такого ребра. Это просто есть элемент G, а конечная вершина этого ребра. Соответственно, есть элемент группы G на А. Вот. Ну, и если вы помните, граф состоит из чего? Из множества вершин, множество ребер ориентированных, начальные вершины ребер, конечные вершины ребер и вот обратное ребро. Значит, как будет записываться обратное ребро? Значит, нужно взять вот это ребро и взять ему обратное. Значит, обратное ребро будет, соответственно, идти отсюда сюда, да? Значит, тогда первая компонент этого ребра будет вот этот же А. Ну, а метка... А вот вторая компонента будет просто обратная вот к этому А, к второй компоненте вот этого ребра, да? То есть, понятно, здесь видно, почему я взял множество поражающих ему обратное, потому что если мы читаем ребро в обратном направлении, то, соответственно, ему соответствует вот эта обратная буква ему обратная. Вот это формальное определение. Ну, можно сразу заметить, что это не простой граф, это размеченный граф. То есть, я в одной из лекций просто определял, что это размеченный граф. У нас есть функция разметки, то есть, есть метка ребра. Каждое ребро имеет метку, но в данном случае, естественным образом, в качестве метки ребра просто рассматривается вот эту букву. Так, здесь тоже двойные скобки. Нужно ставить формально. Значит, вот эту поражающую ему обратно. Соответственно, метка должна дарить тому свойству, что если мы берем обратное ребро, то получаем метку, которая обратно, обратно к метке этого ребра. То есть, как раз вот это свойство автоматически выполнено в этой ситуации. Значит, это размеченный граф. Это означает, что каждому пути, если у нас P путь на графе, то у нас есть определена метка этого пути, то есть, которая является просто словом, которое получается, если мы проходим вдоль этого пути. То есть, каждому ребру соответствует буква. Если мы проходим вдоль пути, то мы получаем некоторое слово, которое называем меткой этого пути. Если вы посмотрите книгу Лёв, то там тоже есть глава, посвященная графам Келли. И там немножко другое определение. Там более комбинаторный подход. Все, что мы будем говорить, конечно, можно... Там немножко другой язык. И все, что говорится о графах Келли, на том языке можно перевести, легко можно перевести на тот язык, на котором мы все это дело определяем. Ну и обратно. Но я предпочитаю вот этот язык. У нас ребра ориентированы, в частности, вот в этом отличие. И у нас есть естественная функция метки на графах. Там как бы вот этой функции метки меньше внимания уделено. Вот. И мне так удобнее, во-первых, потому что в качестве графов я определял именно ориентированные... Графы с ориентированными ребрами, так как у нас было формальное определение. Ну, во-вторых, оно немножко, на мой взгляд, более естественно, потому что... Ну, в частности, вот мы видим, как это все работает. Ну, хорошо. Давайте какие-нибудь примеры графов Келли рассмотрим. Ну, давайте какую-нибудь группу. Ну, самый простой пример группы циклическая. Да, если мы возьмем циклическую группу, порожденную одним элементом и определенную одним соотношением. Это циклическая группа порядка n. Давайте попробуем нарисовать граф. Ну, смотрите, значит, у нас будет... Ну, давайте для определенности возьмем какое-нибудь число, скажем, n равное 5. Значит, у нас группа состоит из 5 элементов. Соответственно, граф будет иметь 5 вершин. Давайте так мы их нарисуем. Так, вот 5 вершин. И давайте смотреть... Значит, у нас один порождающий. Из каждой вершины выходит ровно одно ребро. Ну, это ребро, скажем, если оно соответствует единичному элементу группы, то, соответственно, давайте еще введем обозначение для всех вершин. Значит, это будет a, a в квадрат, a в кубе, a в четвертой, ну, и a здесь будет уже единица, да? Вот все 5 элементов группы. Значит, из единицы ребро идет вот в этот элемент. Из... 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 а, соответственно, умножаем на а, получается еще один такой элемент, такой ребро. Ну, вот такой вот. Очевидным образом, если мы вот этот элемент умножим на а, то получим единицу. Вот граф Келли вот этой группы. Циклическая группа порядка 5. Ну, если мы хотим нарисовать граф Келли для группы другого, для циклической группы другого порядка, ну, соответственно, будет точно такой же граф, только вместо 5 вершин. То есть, вот просто будет один цикл. Будет... ну, соответственно, n вершин у этого графа. Ну, такой очень простой случай. Ну, можно еще нарисовать граф Келли бесконечной циклической группы, да? Если у нас есть бесконечная циклическая группа, то это просто группа с одним порождающим и пустым множеством соотношений. Соответственно, граф Келли будет... таким образом давайте так еще попробую нарисовать. Значит, у нас будет бесконечное множество вершин. Ну, на самом деле, нас в первую очередь, как ты уже тоже в одной из первых лекций упоминал, нас в первую очередь, конечно, интересует бесконечная группа. Вот это вот бесконечная группа. Значит, так, давайте единица, а, а квадрат и так далее, да? Здесь будет а-1 а-2 вершина. То есть, вот такое вот такое множество вершин. Ну, понятно, здесь будет то же самое, только, смотрите, из единицы должно ребро ввести в а, из а должно ребро ввести в а-квадрат, из а-квадрат должно ребро ввести в а-ку и так далее. Соответственно, из а-1 ребро ведет в единицу, из а-2 ребро ведет в а-1, То есть это получается такая фактически прямая, у которой вершины лежат напрямую, причем вершины соответствуют целочисленным числам, целым числам на этой прямой, ну и ребра соответственно вот так вот, то есть все идут в одну сторону. На самом деле опять же, мы формально, смотрите, мы геометрически рисуем одно ребро в каждом из этих случаев, но формально мы одно ребро рассматриваем в двух направлениях, то есть формально у нас на самом деле есть два ребра туда и обратно, но мы рисуем одно ребро и рисуем стрелочку, потому что это соответствует порождающему, как бы не обратному порождающему, а просто самому порождающему. То есть здесь ребро помечено А, то соответственно стрелка должна ввести, скажем, единицы в А, из А в А квадрат и так далее. Вот такая картинка получается. Ну давайте чуть-чуть еще, еще один пример рассмотрим. Это циклическая группа с одним порождающим. Давайте еще, ну например, еще один, да тоже достаточно простой пример. Ну рассмотрим, например, Z квадрат. Свободную А в А в А группу ранга 2. У него два порождающих и одно соотношение, которое соответствует, которое просто записывает коммутирование вот этих двух порождающих. Но смотрите, элементы и группы, соответственно, записываются в виде пары, вернее, в виде таких слов. А в степени, скажем, N, В в степени M. Это вот эти G. Обозначим эту группу. Значит, G состоит из вот таких вот всех. можно записывать в виде, есть нормальная форма элементов, как мы уже знаем, ну где показатели степени это произвольные целые числа. Ну такие числа, такие элементы, естественно, это два просто фактически, две пары целых чисел. Вот, их естественным образом можно изображать в качестве решетки на плоскости. Вот, ну, вот, если мы возьмем, скажем, вершину, которая соответствует единичному элементу, давайте я сейчас буду брать два цвета. И хотя на видео это не очень хорошо видно, вот, но тем не менее, значит, у нас будет порождающий А соответствовать синему цвету, а порождающий Б будет соответствовать красному цвету. Так, значит, что получается, из единицы у нас будет ребро вести, значит, синее ребро, это означает, что умножаем на А, получается, здесь элемент А. Давайте стрелочку нарисуем. Так, из, соответственно, будет в эту же вершину вести ребро синего цвета, которое будет помечено из вершины, которая соответствует элементу А-1. Так, давайте, я очень правильно нарисовал. Ну, да, давайте я сейчас не буду обозначения для элементов вводить, просто буду рисовать картинку. Соответственно, будет еще красное ребро вверх и красное ребро, которое ведет в эту вершину. Ну, на самом деле, для любой вершины будет точно такая же картинка. То есть, если мы начнем продолжать вот эту картину, то у нас получается вот такая вот решетка. Так, и еще красный. Вот, у меня не очень ровно, но, тем не менее, достаточно понятно. Так, здесь стрелки идут в одном направлении. Здесь стрелки тоже идут в одном направлении. Вот я не знаю, на видео видно, вот на... Вы видите, что это красные и синие цвета, соответственно? Кто-нибудь мне может сказать? Видно, ну, более-менее. Хорошо, ладно. Ну, вот такая вот картинка. Здесь, значит, вершины, вот они, расположены в целочисленных элементах этой решетки. То есть, это практически Z квадратная плоскость. Вот, а ребра, соответственно, будут вертикальные состоять. Ребра, это просто стрелки, это единичные отрезки, вертикальные и горизонтальные, которые лежат, соответственно, в соответствующих линиях, прямых линиях этой решетки. Ну, можно все вершины пометить, соответственно. Например, здесь будет А квадрат. Здесь будет А, Б, здесь будет просто Б, ну и так далее. Здесь будет Б минус первый, и так далее. Ну, вот картинка такая. Вот, достаточно понятная картинка. Ну, то, что это граф Кэль, это понятно, да? То есть, это все... Мы просто берем нормальные формы элементов и просто рисуем соответствующие стрелки. Вот еще один такой пример. Ну, давайте еще один пример графа Кэль нарисую. Так, у нас тоже будет два порождающих. Ну, вот есть такая... Я же, кажется, определял. Возьмем какую-нибудь... Все это были Абелевые группы, да? Циклическая и Z квадрат. Давайте возьмем какую-нибудь не Абелевую группу. Ну, какой наименьший порядок у не Абелевой группы? Наверное, все должны знать. Какая самая простая не Абелева группа? Так, ну вот это... Ладно. Самая простая Абелева группа, это группа порядка шести. Вот, его можно по-разному определять. Или это группа перестановок из трех элементов, или это то же самое, диадральная группа порядка шесть, извините. Значит, ну, диадральная группа, в общем случае, это группа, которая выглядит таким образом. ДН это имеет два порождающих и соотношение... Так, оба квадраты и Аб в степени n равно к единице. Вот. Ну, в данном случае мы возьмем n равное трем. Теперь, ну, давайте посмотрим на соотношение этой группы, да. Значит, ну, хорошо известно, что эта группа порядка 2n. Вот. Но давайте посмотрим, какова нормальная форма элементов. Значит, если мы берем произвольное слово, то если в этом слове встречается подряд две буквы А, независимо от их показателей степеней, да, ну, то есть здесь ε равно плюс-минус 1 или δ плюс-минус 1, то поскольку у нас есть соотношение А квадрат равно единице, то они просто вычеркиваются. Вот. И другими словами... То же самое мы можем сказать о букве Б. Если у нас есть две буквы Б подряд в каком-то слове, который представляет элемент группы, то поскольку у нас есть соотношение Б квадрат равно единице, то эти две буквы Б подряд вычеркиваются. Ну, такие элементы называются инволюциями. То есть элементы порядка два. Значит, получается, что любой элемент можно записать в виде слова, в котором нет подряд букв А и Б. То есть у нас имеется единственная возможность, что буквы А и Б чередуются. То есть это будет А, Б, А, Б и так далее. А, Б. Ну, единственное, что слово может начинаться как с А, так и с Б. Вот так мы ставим в квадратные скобки. Это означает, что здесь первая буква необязательная. Здесь то же самое поставим. Ну, вот это общая нормальная форма элементов. Например, если в случае n равно трем, то у нас какие элементы группы будут? У нас будут единицы. А, Б, А, Б, Б, А. Да? Так, раз, два, три, четыре, пять. Еще один. Ну, какой-нибудь А, Б, А. И А, Б, А, в силу того, что у нас есть соотношение А, Б в кубе, если мы можем записать А, Б, А, Б, А, Б равно единице. Или если его перенести в обратную сторону, три буквы, то получается А, Б, А равно В, А, Б. Значит, вот этот элемент равно В, А, Б. Если мы к этому соотношению уже умножим на А и на Б, то, соответственно, получаем, что этот элемент записывается уже словом длины 2, А. То есть, вот это вот все элементы группы. Теперь давайте попробуем нарисовать граф Кэри. Ну, значит, у нас есть шесть элементов. У нас будет шесть вершин. Ну, давайте где-нибудь его здесь нарисуем. Ну, скажем, начнем с единицы. Вот, значит, так, с единицы, если мы умножаем на А, должно быть... Так, А у нас синего цвета. Вот так вот ребро помечено А. И, соответственно, значит, это ребро идет из единицы в вершину, которая соответствует элементу А. Вот, если мы умножим этот элемент на А, то мы вернемся обратно, потому что А квадратик равный единицы. То есть, получается такой цикл длины 2. Так, вот, стрелка здесь. Ну, на самом деле, смотрите, поскольку А является инвалидцией, то в какой бы мы вершине ни нарисовали ребро, значит, если оно идет в следующую вершину, то есть в следующей вершине будет точно такое же ребро, которое тоже помечено А, потому что соотношение А в квадрате равно единице. И другими словами, мы можем, когда у нас есть инвалидция, то мы вместо такого двойного, такого цикла длины 2 просто рисуем, будем рисовать для простоты ребро без направления. То есть, мы рисуем вот таким образом. Которое на самом деле будет просто означать, что у нас есть два ребра. Что-то здесь заменяет как бы вот этот цикл длины 2. Ну, теперь смотрите, что происходит. Значит, из А у нас, получается, вот эти два ребра есть. Если мы умножаем на Б, то мы идем, соответственно, в следующий элемент группы, который будет А, Б. Значит, из Б, понятно, здесь Б, если мы... Красное ребро, то есть, это красное ребро, на самом деле, Б, элемент тоже инвалюция, да? Это означает, что это красное ребро, на самом деле, соответствует двум ребрам. Заменяет как бы, заменяет два ребра. Теперь мы рисуем еще, соответственно, если мы умножаем на А, мы получаем здесь А, Б, А. Так, ну и, соответственно, если мы продолжим эту картинку, то А, Б, А это то же самое, что Б, А, Б. Если умножаем на Б, получаем Б, А. Так, значит, это у нас... Если Б, А умножаем на А, получается Б. И Б умножаем на А, на Б, получается единиц. Вот. Вот такой вот граф Келли, диадральный групп. Вот. Думаю, что хватит пока таких простых примеров. Давайте теперь посмотрим на свойства этого графа. Так, ну вот определение, я думаю, уже все мы запомнили. Я его сотру. Только оставлю вот эту картинку. Так, ну вот обозначение, которое мы будем постоянно использовать, это такое С, рукописное, и зависящее от двух параметров. От самой группы и множества порождающих. Теперь о свойствах. Ну, то, что размеченный граф, мы уже заметили. Давайте я посмотрю, что у нас. Первое очевидное наблюдение, оно состоит в следующем. Если у нас имеется путь на графе. Ну, давайте повесим, где я имею в путь. Путь, вершина Ж, значит, идет путь. Значит, путь, ну, некоторый П. Вот. А, значит, на нем метка есть, да? То есть метка состоит из букв, которые мы читаем, когда проходим до этого пути. Какая конечная вершина этого пути? Значит, что конечная вершина? Ну, смотрите, если мы рассмотрим первое ребро, если путь, скажем, состоит из последовательности ребра какой-нибудь Е1, Е5, если метка каждого ребра – это буква Е1 обратная, то, соответственно, метка всего пути – это слово, которое состоит вот из этих букв. Вот. И, значит, давайте посмотрим на вершины, через которые проходит этот путь. Значит, первая вершина, она имеет вид Ж на А1. Теперь вторая вершина, через которую проходит этот путь. Значит, надо взять вот эту первую вершину ЖА1 и умножить на вторую букву. Ну, понятно, что если мы начинаем проходить вдоль этих вершин, то мы в конечном итоге придем в вершину, которая получается умножением начальной вершины на вот это слово как раз. Ну, другими это можно сформулировать следующим образом. Если у нас имеется путь, если П – путь на график Эли, и если мы рассмотрим начальную вершину этого пути, то конечная вершина, ну, если начальная вершина – это соответствует элементу Ж-группы, то конечная вершина этого пути получается умножением начальной вершины просто на его метку. Такая вот формула. Ну, на самом деле, правда, здесь немножко не совсем формально записано. Почему? Потому что, смотрите, здесь элемент группы, Ж – это элемент группы, а лям-дп – это слово. То есть, на самом деле, надо здесь писать не слово, а элемент группы, который представлен к данному слову. Ну, я уже отмечал, что мы не будем различать такие вещи. Вот, понятно. Просто мы, когда пишем, когда в такой записи, это автоматически означает, что элемент группы умножается на слово и дает элемент группы. Ну, как программирование, автоматическое преобразование типов данных. Вот. Дальше еще одно замечание. Простое. Смотрите, у нас есть вершины, если мы рассмотрим произвольную вершину, то из этой вершины, значит, какова степень вершины? Степень вершины. Кто мне скажет? Так, не слышу. Ну, ладно. Степень вершины равна чему? Значит, сказать, что вершины выходят, ну, в данном случае, смотрите, вот, конечно, мы должны вот это каждое ребро красного или синего цвета заменить на два соответствующих ребра, да? То есть здесь получается, что степень вершины 4. Из него выходят два ребра и входят два ребра. Почему 4? Потому что из него выходят ребра, которые помечены двумя порождающими, и в него входят ребра, которые помечены тоже двумя порождающими. То есть получается, что степень каждой вершины, просто это есть удвоенное число порождающих, равна два на число порождающих. Ну, можно считать еще и таким образом, поскольку каждое ребро, каждое ребро нашего графа можно рассматривать в двух различных направлениях, из каждой вершины выходит ровно такое число ребер, которые помечены всеми буквами А и им обратными. Вот. Ну, то есть это, более того, это можно усилить таким образом. из каждой вершины выходит ровно два, ну, вот, ровно удвоенное число порождающих ребер. Вот. Так что для каждой буквы и для каждой обратной буквы есть ровно одно ребро, которое из этой вершины выходит. Тогда отсюда получается такое очевидное следствие. Значит, для каждого, для каждой вершины графа и для каждого слова существует существует единственный путь В. Ну, я вот не пишу на графе, потому что мы рассматриваем, мы рассматриваем только этот граф. Значит, путь на этом графе, на графе Хелли, такой, что который начинается в этой вершине и меткой которого является в точности вот это слово. Вот. Ну, почему это так? Потому что, если мы разобьем этот, рассмотрим этот путь как последовательность ребер, то, смотрите, значит, если мы рассмотрим первое, вернее, рассмотрим последовательность букв в этом слове, то для первой буквы существует и для этой начальной вершины существует ровно одно ребро, которое выходит из этой вершины и помечено первой буквой этого слова. Потом рассмотрим следующую вершину, то есть рассмотрим ту вершину, в которую входит это первое ребро. Значит, мы читаем вторую букву этого слова, вот, и из этой вершины, из новой вершины входит ровно одно ребро, которое помечено второй буквой этого слова И так далее. Ну, то есть, мы строим вот этот путь, просто последовательно проходя, последовательно рассматривая ребра, которые выходят из вершин, из соответствующих вершин, которые помечены соответствующими буквами этого слова. Ну, это такое очевидное следствие. Ну, в частности, да, конечно, отсюда следует, что граф связанный. Почему? Ну, потому что, на что такое связанный граф? Граф связан, это если любые две вершины можно соединить некоторым путем. Ну, например, достаточно взять единицу, вершину, которая соответствует единичному элементу группы, и взять любую вершину, которая соответствует произвольному элементу группы. Вот этот элемент G, произвольный, представляется некоторым словом, некоторым словом W. Значит, мы рассмотрим путь, который начинается в вершине соответствующего единичному элементу группы, и метка которого равна в точности вот этому слову, который существует согласно предыдущему утверждению. Соответственно, конечной вершиной будет именно тот элемент, который это слово представляет, то есть этот произвольный элемент группы. То есть мы видим, что любой элемент группы можно соединить с единичной вершиной путем. Ну, на самом деле, можно даже более общую ситуацию. Давайте чуть более общую ситуацию рассмотрим. Допустим, у нас есть две вершины, которые соответствуют элементам группы G и H, соответственно, да? Значит, каким путем надо соединить эти две вершины? Значит, надо взять то слово, которое... То есть надо взять некоторый элемент, такой, что при умножении этого элемента справа на G получается H, да? Значит, тогда X это что получается? Двуть G минус один H, да? Вот надо взять слово, которое представляет этот элемент. Ну, я, конечно, должен сказать, что поскольку A это множество порождающих группы, то любой элемент группы представляется словом этих порождающих, да? И тогда взять путь, который начинается в G, и метка которого равна точностью вот этому слову ВВВ. Тогда этот путь, он ведет из вершины графа, который соответствует элементу G, в вершину графа, который соответствует элементу H. Граф связный. Если вы заметили, что картинка на доске немножко изменилась, то не удивляйтесь. Дело в том, что здесь произошел небольшой технический перерыв. По техническим причинам запись, которую я делал в то время, когда транслировал лекцию онлайн, она прекратилась, и поэтому мне пришлось эту часть перезаписать. Итак, я продолжу нашу лекцию. Вот мы остановились на том, что доказали, что граф Кэри группы является связным. Теперь я вспомнил еще одно свойство, которое довольно легко исследует из определений. Оно состоит в том, что, ну, мы легко заметим, что группа наша действует на своем графе Кэри. Ну, естественным образом. То есть, левыми умножениями. Ну, давайте я формально напомню, что такое граф. Значит, граф состоит из множества вершин, множества ориентированных ребер. И множество функций начала ребра, конечной вершины ребра, ну, и функций обратного ребра. Ну, то есть, это может, граф представляется, как некоторую альбраическую систему, заданную таким образом. Ну, что значит действие группы? Это значит, естественно, группа, во-первых, действует на множество вершин. Дальше группа действует на множество ребер. Ну, и сохраняет соответствующие функции. То есть, начальное решение. Ну, давайте я напишу. Значит, если мы возьмем элемент G, подействуем на него, скажем, на некоторое ребро. Значит, начальная вершина ребра. Это то же самое, что если мы возьмем ребро. То есть, G умножить на начальную вершину этого ребра. То есть, под действием элемента группы, начальная вершина ребра, начальная вершина ребра, переходит в ее образ, образ начальной вершины под действием этого же элемента. Ну, аналогично можно написать условия на всех остальных функциях. Ну, а интуитивно понятно, как представляет себе действие группы на графе. То есть, она просто переставляет вершины, переставляет ребра таким образом, что структура графа при этом сохраняется. Ну, очевидно, что мы имеем действие группы в данном случае. Почему? Потому что каждое ребро, каждая вершина соответствует элементу группы. И мы, если у нас есть произвольный элемент группы, G, и вершина, соответствующая элементу, если есть произвольный элемент группы, H, если есть вершина, соответствующая элементу, G, то действие этого элемента на эту вершину просто есть результат левого умножения. То есть получается, что мы имеем под действием элемента h, вершина переходит в ту вершину, которая соответствует произведению элементов h и g. То же самое для ребра. Если у нас есть ребро, которое соответствует паре элемент и порождающий элему обратное, то если мы хотим подействовать элементом h, то надо просто взять компоненту, которая соответствует элементу группы, умножить на соответствующий элемент, который действует. Ну понятно, очевидно, что при таким образом определенное действие оно сохраняет операцию начальной вершины ребра, потому что операция как раз выглядит вот таким вот, операция начальной вершины и конечной вершины выглядит вот таким вот образом. Вот. Ну давайте посмотрим на какие-нибудь примеры. Например, вспомним, что мы рассматривали пример бесконечной агревой, свободной агревой группы ранга 2. То есть в данном случае она задается с помощью порождающих соотношений. У нас есть два порождающих и одно соотношение, которое соответствует коммутации этих элементов. Соответственно, мы в качестве порождающего множества рассматриваем вот эту пару порождающих. Граф Кэрри, как мы уже видели, выглядит как целочисленная решетка, в которой ребра, направленные в одну сторону, соответствуют, ну скажем, горизонтальные ребра, соответствуют порождающему одному из порождающих, скажем, а вертикальные ребра соответствуют другому порождающему. Теперь, чтобы понять, как, например, действуют порождающие этой группы на графе, ну легко видеть, что если мы берем какую-то, ну скажем, вершину, которая соответствует единичному элементу, умножаем ее на порождающий, то вершина сдвигается на соответствующий вертикальный или горизонтальный вектор. В данном случае, если мы рассматриваем первый порождающий А, то вершина сдвигается в горизонтальном направлении, и все остальные вершины сдвигаются точно так же. То есть действие элемента, действующего порождающего элемента на А этой группы, оно просто сдвигает на единицу всю решетку. Действие порождающего элемента В, оно сдвигает эту решетку вертикально на единичный вектор. Вот такое действие. Или еще можно рассмотреть пример, который мы также рассматривали. Пример, простейший пример графа. Это бесконечная циклическая группа, бесконечная циклическая группа, из группы порядка R. Ну, скажем, мы рассматривали пример, когда n было равно 5, то есть граф Кюри выглядел вот таким вот образом. Единица. Здесь просто степень элемента. Как действует группа на этом графе? Если мы рассмотрим действие порождающего, то есть умножение слева на А, то очевидно, что все вершины этого графа просто сдвигаются технически на одно ребро. То есть получается поворот такой на одно ребро. Значит, если мы рассмотрим действие любого элемента, ну, любой элемент это просто степень этого порождающего, то, соответственно, все вершины сдвигаются на то количество ребер, которые соответствуют степени этого элемента. То есть вот такой вот поворот получается. Ну, в качестве упражнения я предложу, как действует. Вот, значит, в данном случае изображен граф Кюри диадральной группы порядка 6. Просто упражнение будет состоять в том, чтобы описать действия элементов группы диадральной группы порядка 6 за своим график Кюри. Ну, в данном случае у нас рассматриваются два порождающих. То есть граф Кюри рисуется относительно двух порождающих. Так, действует. Так, ну, давайте еще, я еще сформулирую несколько свойств графа Кюри. Ну, во-первых, такое тоже довольно простое наблюдение. Если мы рассмотрим... Значит, я, наверное, помню, что граф Кюри у нас является размеченным графом. То есть каждый путь имеет метку, которую мы обозначаем через лябда. Свойство такое. Если мы рассмотрим произвольный путь на графе Кюри, то путь является приведенным тогда и только тогда, когда его метка – несократимое слово. Ну, действительно, значит, я напомню, что такое приведенный путь. Приведенный путь – это путь, который не содержит взаимно обратных ребер, которые идут подряд. То есть не содержит пары сократимых ребер. Соответственно, слово «несократимо» – это слово, в котором нет подряд идущей сократимой пары букв. Ну, значит, если слово «сократимо», это означает, что в нем есть где-то в середине... Где-то оно содержит в качестве подслова «сократимую пару букв». Но если у нас есть сократимая пара букв, например, «а» минус один, где «а» – это буква, то что это означает? У нас имеется путь, меткой которой является данное слово. Это означает, что где-то в этом пути есть два ребра, таких, что мы сначала идем по ребру, на котором написана эта буква, а потом идем по другому ребру, на котором написана эта обратная буква. Но дело в том, что если мы посмотрим эту вершину, в которую входим при чтении первой буквы, то, значит, из этой вершины у нас имеется два ребра, а поскольку мы знаем, что если мы читаем ребру в обратном направлении, то при чтении вот этого первого ребра мы получаем обратную букву. То есть, если мы поставим здесь, если мы читаем его в обратном направлении, то получается обратная буква. И получается, что у нас из этой вершины есть два ребра с одной и той же меткой, «а» минус первой. Но по определению графа Келли и с вершины у нас есть ровно одно ребро с данной меткой. То есть, мы имеем, на самом деле, случай, когда эти два ребра просто совпадают. Это означает, что в пути, когда мы идем вдоль пути, мы в какой-то момент заходим, приходим вот в эту вершину, которая является начальной вершиной ребра, которая помечена «а», потом идем вдоль этого ребра и возвращаемся обратно по этому же ребру. Иначе говоря, если у нас слово имеет сокращение, сократимую пару букв, то и путь имеет взаимно обратно пару ребра. То есть, получается, и путь не является приведенным. Но обратно. Если путь не является приведенным, то в какой-то момент мы, идя вдоль этого пути, проходим ребро, потом проходим обратно ребро и, соответственно, получаем, что в метку этого слова входит пара сопротивных букв. И еще одно свойство, которое тоже довольно фактически вытекает вот из того свойства, которое форумировано здесь. Значит, если у нас есть цикл, цикл графика Кэрри, то есть, путь является циклом, на графе Кэрри, тогда и только тогда, когда что? Если путь является циклом, то это означает, что начальное, по определению, путь является циклом, тогда и только тогда, когда начальные и конечные вершины на двух пути совпадают. Вот, но значит, вот в этом свойстве, которое мы сформулировали, мы видим, что, значит, если начальные вершины и конечные вершины совпадают, то, соответственно, отсюда следует, что, значит, здесь в левой части стоит G, а в правой части стоит G умножить на метку этого пути. То есть, означает, что метка, это получается, значит, мы метка, мы эту левую и правую часть рассматриваем как элементы группы. То есть, означает, что этот элемент группы, который представляется словом, просто равен единице. То есть, его метка равна единице. Ну, очевидно, что вот эта импликация выполнена в обе стороны. Значит, мы видели, что если метка, если, значит, имеется цикл, то его метка равна единице в группе. А если метка пути равна единице в группе, то в силу вот этого равенства получаем, что начальная вершина совпадает с конечной вершиной, и это означает, что просто путь является циклом. Ну, теперь мы можем привести еще один пример. Я нарисую еще один граф. Давайте я сейчас кое-что здесь сотру. То, что очевидно. Давайте нарисуем граф Кэри свободный групп. Скажем, если у нас есть свободная группа ранга n, это означает, что у нас имеется пустое множество соотношений, и множество порождающих элементов состоит из n элементов. Ну, скажем так. Давайте возьмем простейший случай, простейший нетривиальный случай, когда n равно 2, и когда рассматриваем свободную группу ранга 2, соответственно, из двух порождающих и пустым множеством соотношений, и соответственно, к качеству множества порождающих мы рассматриваем множество, состоящее из этих двух букв. Ну, мы знаем, что степень вершины графа Кэри, значит, мы хотим нарисовать граф Кэри этой группы, где а просто состоит из двух этих букв. Мы знаем, что степень вершины графа Кэри равна удвоенному количеству порождающих, то есть в данном случае равно 4. давайте начнем рисовать с какой-нибудь вершины. Вершины, естественно, начинать с той вершины, которая соответствует единичному элементу группы. Значит, у него будет 4 ребра, причем 2 ребра, помеченные положительными буквами А и В, и 2 ребра, помеченные буквами в отрицательной степени, то есть обратными буквами. Давайте будем, как мы обычно делали, порождающий А рисовать синим цветом, порождающий Б рисовать красным цветом. Соответственно, у нас будут элементы здесь А минус первой, здесь будет, давайте я их плюсую здесь, здесь будет Б минус первой, здесь будет Б. Но вот это свойство, которое мы только что сформулировали, говорит вот о чем. путь является циклом тогда и только тогда, когда он представляет единичный элемент группы. Это с одной стороны. С другой стороны, предыдущее свойство, которое мы отметили, говорит о том, что путь приведен тогда и только тогда, когда метка является несократимым словом. Но мы знаем, что в свободной группе никакое несократимое слово не представляет единичный элемент группы. То есть, слово равно единице, тогда и только тогда, когда оно, несократимое слово равно единице в группе, тогда и только тогда, когда оно пуст. Получается, что из этих двух свойств следует, что в нашем графе Келли не будет циклов, которые будут являться приведенными путями. Любой такой цикл будет пустым. Иначе говоря, это свойство можно вспомнить таким образом. Граф Келли свободной группы, относительно базы этой группы, то есть множество порождающих, относительно которого имя пустое множество соотношений, относительно базы этой группы не имеет нетривиальных циклов. Ну, нетривиальный цикл либо пустой, либо тот, который не является приведенным. Ну, а что такое граф, который не имеет нетривиальных циклов? Граф, который не имеет нетривиальных циклов, вообще-то говоря, называется дерево. Ну, можно считать это определением в данном случае. Итак, что мы имеем? Мы имеем, что граф Келли, на самом деле любой свободной группы, относительно соответствующего множества порождающих, не имеет нетривиальных циклов, то есть является деревом. Ну, давайте теперь рисовать, продолжим наш граф. Так, у нас имеется, нарисовали пять вершин, но из этой вершины, из каждой, значит, мы нарисовали все ребра, которые ведут из вершины, которые соответствуют единичному элементу группы. Значит, мы нарисовали четыре новых вершина, и мы имеем по одному ребру, которая входит, которая инцидентна этой новой вершине. Соответственно, мы получаем, что для каждой новой вершины нужно нарисовать еще три новых ребра. Причем мы знаем, что поскольку циклов нет, каждый из этих трех ребра будет вести, соответственно, в некоторую новую вершину. Ну, вот. Ну, и такая же картинка для двух остальных вершин. Так, теперь еще нужно нарисовать стрелочки. Значит, в каждую вершину входит ребра одного цвета и выходит из нее от ребра одного цвета. Значит, стрелочки будут вести вот таким образом. Здесь стрелочки будут вести вот таким образом. И здесь как-то нелогично. Вот здесь. Так, ну, а теперь еще в каждом конце ребра нужно поставить, соответственно, новую вершину. То есть мы имеем еще 12 новых вершин. Теперь мы нарисовали по одному ребру инцидентных в каждой из этих 12 вершин. Это означает, чтобы продолжить наш граф, нужно нарисовать три ребра для каждой, три новых ребра для каждой из этих вершин. То есть у нас картинка будет выглядеть вот таким образом. Ну, я уже не буду дальше рисовать. Мы получаем бесконечное дерево, в котором каждая вершина имеет степень 4. То есть это называется регулярным деревом степени 4. Но более того, они у нас... Каждое ребро этого дерева имеет метку. То есть в каждой вершине у нас имеется ровно одно ребро для каждой порождающей, который выходит из этой вершины. И ровно одно ребро, помеченное каждой порождающей, которая входит в эту вершину. Вот такое бесконечное дерево. Ну, теперь на самом деле, я хочу перейти к одному важному результату. А именно я докажу следующую теорему. Которое будет формулироваться следующим образом. Если группа Ж Действует свободно на некотором дереве, то отсюда тоже свободная группа. Итак, группа, свободно действующая на дереве, является свободной. Ну, для того, чтобы, прежде чем прийти к доказательству, конечно, я должен уточнить формально все понятия, которые входят в формировку этой теоремы. Ну, так, что такое свободная группа, мы знаем. Что такое дерево? Ну, дерево тоже определение мы знаем. Дерево является графом без непривиальных циклов. То есть, дерево – это граф, у которого любой цикл либо пустой, либо содержит пару взаимнообратных. То есть, не является привиделом. Наконец, я должен формально определить, что значит, что группа действует на графе. Ну, фактически, я это определение уже дал. То есть, если у нас имеется граф, который состоит из множества вершин и соответствующих функций, то группа действует на графе, если она действует на множестве вершин, действует на множество ребер, ну и сохранением соответствующих функций, сохранением всех этих трех функций, сохранением начальной вершины, сохранением конечной вершины и сохранением обратного ребра. Но дело в том, что на самом деле здесь есть некоторая тонкость, о которой я сейчас должен сказать. А именно мы будем предполагать, что действие имеет некоторое специальное свойство, которое называется так. Значит, дело вот в чем. Можно казаться, что для некоторого элемента группы и некоторого ребра нашего графа, под действием этого элемента группы ребро переходит в обратную. То есть это называется обращением ребра. Когда мы сформулируем вот это определение, мы вообще, говоря, допускаем, что такая ситуация может быть. Но мы будем говорить, что действие, что группа действует на графе без обращения ребра. Если такая ситуация не имеет места. Ну, иначе говоря, если для любого элемента группы и для любого ребра нашего графа под действием этого элемента группы ребро не может перейти обратно. Ну, почему это свойство оказывается важным? Дело в том, что если у нас имеется группа, которая действует на графе без обращения ребра, то мы можем определить фактор графа под действием группы. Ну, давайте сейчас я дам формальное определение. Итак, значит, у нас имеется граф, у нас имеется группа, которая действует на графе. И что такое фактор графа? Ну, значит, для того, чтобы определить фактор графа, ну и вообще фактор множества, нужно просто отождествить элементы множества, которые переходят один к другому под действием группы. Иначе говоря, в качестве элементов фактора множества нужно брать орбиты. То есть, получается, что для множества вершин нужно брать орбиты соответствующих вершин. То есть, ну, значит, давайте будем означать. Мы хотим определить фактор граф. Мы в качестве вершин, мы в качестве вершин нашего фактора графа будем означать его без чертой. Нужно просто брать орбиты. То есть, орбита обозначается, естественно, таким образом. То есть, орбиты всех вершин. В качестве рёбер нашего графа нужно брать соответственно орбиты рёбер первоначального графа. Ну и функции начальной вершины, функции конечной вершины, функции обратного ребра определяются естественным образом. То есть, например, если у нас есть ребро, фактор графа, которое является орбитой некоторого ребра Е, то начальная вершина этого ребра, соответственно, это будет орбита некоторой вершины. Но в качестве орбиты этой вершины нужно просто взять начальную вершину соответствующего ребра. Начальная вершина ребра Е. То есть, это будет орбита под действием группы начальной вершины этого ребра. Ну, очевидно, значит, очевидным образом можно определить функцию конечного ребра. И то же самое для обратного ребра. Значит, если у нас имеется орбита ребра, то обратное ребро есть орбита этого обратного ребра. Всё определяется естественным образом. Ну, очевидным образом, поскольку это действие группы, для этого графа у нас имеется, выполнено условие, которые определяют граф. То есть, это получается очевидным образом граф. Но дело в том, что если у нас есть какое-то обращение какого-то ребра, то есть, если есть элемент группы, который переводит какое-то ребро в его обратное, то получается, что орбита этого ребра совпадает с орбитой обратного ребра. И тогда получается, что обратное к этому ребру будет само же, это ребра, если мы смотрим на его факторы графа. Ну, а по определению графа такой ситуации быть не может. В том определении графа, которое мы формулировали, ребро не может быть обратным к себе самому. То есть, вот такая ситуация запрещается для графа. Поэтому обращений, если мы хотим построить фактор граф, то обращение ребра быть не может. Но если у нас действие группы без обращения ребра, то очевидным образом все условия определения графа выполнены. И у нас имеется корректно определенный фактор граф, который мы его обозначаем вот таким образом. Это граф, который состоит из орбит ребер и орбит вершин. Итак, мы будем всегда молчаливо предполагать, что если у нас имеется действие группы на некотором графе, ну, в данном случае на дереве, то действие рассматривается только такое действие, в котором нет обращения ребра. То есть, действие будет в этом условии. Ну, мы, конечно, еще будем рассматривать действие группы на графах. И я еще раз буду про это условие напоминать. Теперь. Итак, что такое действие группы на графе, мы знаем. Что такое действие группы на дереве, это, конечно, частный случай. И что такое свободное действие? Ну, свободное действие – это то действие, у которого стабилизатор каждой вершины, стабилизатор каждого ребра тривиален. То есть, действие свободно. Группа Ж действует на графе свободно. А если свободно, если Ж от Е не равно, значит, если у нас имеется некоторое ребро и некоторый элемент группы, который действует на это ребро и переводит его с собой в себя, то отсюда следует, что этот элемент – единица группы. То же самое для вершины. Ну, и, как я уже только что сказал, мы еще молчаливо предполагаем, что рассматривается действие без обращения ребра. То есть, для любого элемента или любого ребра выполнено вот такое неравенство. Так, вот теперь я все определил, что нужно для формулировки этой теоремы, и мы перейдем к доказательству. Но прежде чем мы перейдем к доказательству, я поясню, почему эта теорема является таким важным результатом. А дело в том, что в качестве следствия этой теоремы получается вот такое, вот следующее классическое теорема, которая называется теоремой Шрайера, или теоремой Шрайера о подгруппах. Подгруппа, любая подгруппа, свободная группа, свободная. Ну, вообще говоря, это не такой простой результат. И доказательство его вполне не очевидно. Есть, конечно, разные доказательства этой теоремы. Вот, но вот то, что, то доказательство, которое я буду излагать, то есть фактически это будет следствие вот этого результата, оно чисто геометрическое, и вот мы как раз увидим, наверное, в первый раз, когда некое нетривиальное геометрическое рассуждение, оно приводит вот к такому фундаментальному алгебраическому результату. Ну, давайте перейдем к доказательству. Итак, что у нас есть? У нас есть некоторая группа. У нас есть дерево. У нас есть действие группы на этом дереве. И, ну, естественно, мы, как я уже сказал, мы молчаливо предполагаем, что группа действует без обращения рёдла. Поэтому у нас есть фактор, фактор графа. Давайте какую-нибудь картинку нарисуем. Вот у нас есть некоторое дерево. И так далее. У нас есть фактор, фактор, так, вот так написано. Некоторый граф. Ну, и на самом деле, если у нас есть группа, действующая на графе, у нас есть фактор графа, то у нас есть естественное отображение графа. То есть, на самом деле, морфизм графа, который отображает наш граф в этот фактор графа. Ну, отображение каким образом, естественно, каким образом появляется? Значит, для каждой вершины нужно взять соответствующую орбиту под действием этой группы. И для каждого ребра нужно взять соответствующую орбиту этого ребра. То есть, у нас отображение выглядит таким образом. G отображается, извините, T отображается на этот фактор графа. У нас есть ребро, оно отображается в соответствующую орбиту этого ребра. Вершина отображается в орбиту этой вершины. Давайте введем специальное обозначение. Давайте такое ребро будем обозначать, будем ставить соответственно черту. Если мы хотим рассмотреть образ ребра при этом отображении, то мы просто перепишем черту сверху и то же самое на вершины. Ну, казалось бы, непонятно, зачем это обозначение нужно. А дело в том, что если у нас есть такое отображение, то у нас, соответственно, любой путь на нашем дереве, ну и вообще, если мы рассматриваем действия группы на графе и рассматриваем соответствующий фактор графа, то есть любой путь на графе, он имеет естественный образ на фактор графе, который является путем на этом фактор графе. Ну, каким образом это нужно сделать? Значит, мы берем каждое ребро и рассматриваем его образ. Если у нас ребра составляли путь на нашем графе, то соответствующие образы естественным образом будут составлять путь на фактор графе. Ну, то есть имеется вот такое отображение естественное, которое мы тоже будем означать с помощью черты. Путь на фактор графе. Ну, вот если кто-то знаком с понятием фундаментальной группы и понятием накрывающего отображения, то есть понятием накрытия и стопологии, то идея доказательств выглядит таким образом. Значит, у нас имеется группа, которая действует свободно на графе, а у нас имеется фактор графа, фактор пространства фактически. И если у нас, поскольку это является деревом, то если мы рассматриваем наше дерево как топологическое пространство, оно односвязано. И у нас имеется такое отображение, которое является топологическим накрытием. Теперь, если у нас есть накрытие, то у нас есть группа скольжения этого накрытия, то есть это имеет, получается, накрытие. Ж – это группа скольжения этого накрытия. Ну и хорошо известно, что если у нас имеется накрытие, и причем накрывающее пространство является односвязанным, то это получается универсальное накрытие. И в этом случае группа скольжений – изоморфно-фактор в группе факторов пространства. То есть, Ж – изоморфно-фономентальной группе вот этого фактора пространства. В данном случае фактор графа. Это просто рассуждение из топологии, но я не предполагаю, что вы знаете все эти понятия. Я, руководствуясь вот этой идеей, я просто докажу вот этот изоморфизм. Итак, идея состоит в том, чтобы доказать вот этот изоморфизм, идея. Мы докажем, что фундаментальная группа нашего фактора графа изоморфна в нашей группе Ж. Ну а факт о том, что фундаментальная группа является свободной, мы уже знаем, я его упоминал, и я говорил, что мы не будем его формально доказывать. Будем считать, что это некоторые факты, на которые мы будем опираться. Значит, если у нас имеется такой изоморфизм, то отсюда будет следовать, что Ж – свободная группа. Ну хорошо, давайте будем строить, давайте будем доказывать, что это изоморфизм. Ну просто мы его построим в явном виде. Построим, ну как мы его значимем, мы построим фи. И один моментальная группа вот этого нашего фактора графа. Ну это образим ее уже. Ну для того, чтобы построить изоморфизм, надо сначала построить гомоморфизм, потом доказать, что он является изоморфизм. То есть доказать, что ядро этого гомоморфизма тривиально, и что образ совпадает со всей группой. Ну, значит, теперь надо вспомнить, что такое фундаментальная группа графа. Значит, фундаментальная группа графа состоит из… Ну, во-первых, надо зафиксировать некоторую вершину. Значит, мы зафиксируем, ну, некоторую начальную вершину. Значит, V0. И, ну, на самом деле, конечно, эта вершина будет являться образом некоторой вершины в дереве. Давайте ее обозначим через V0 здесь. А тогда наша вершина, в силу наших обозначений, то есть мы будем всегда до образов соответствующих элементов в фактор графе писать, просто писать сверху черту, значит, соответствующая вершина будет просто V0 с чертой. Значит, мы рассмотрим произвольную вершину, которая является образом некоторой вершины V0, и рассматриваем фундаментальную группу нашего фактора графа. Теперь, что такое фундаментальная группа графа относительно данной вершины? Значит, она состоит из всех циклов, точнее, из всех, из классов гомотопных циклов, которые я обозначаю вот таким образом. где цикл данной вершины, то есть цикл, который начинается и оканчивается ответой вершины. Итак, фундаментальная группа состоит из гомотопных классов, которые умножаются естественным образом. То есть если имеется один цикл, имеется другой цикл, то для того, чтобы определить произведение соответствующих гомотопных классов, которые являются гомотопными классами этих циклов, надо просто взять произведение этих циклов, то есть написать их последовательно, и получить произведение, и получить некоторый цикл, который является произведением, и затем взять гомотопный цикл этого произведения. Вот таким образом определяется фундаментальная группа. Теперь, фактически, нам надо рассматривать классы гомотопных циклов в этой вершине и каким-то образом смотреть, какой элемент нашей группы соответствует этому циклу. А для этого, на самом деле, нужно рассмотреть, что соответствует этим циклам в нашем деле. На самом деле, мы сформулируем одно свойство нашего дерева, вот этого отображения, которое называется поднятие, свойство поднятия путей. Ну, опять же, это те, кто знаком с топологией, это свойство, на самом деле, оно формулируется для накрытия. То есть, если у нас имеется накрывающее отображение одного пространства в другое, то любой путь в накрываемом пространстве, его можно поднять в накрывающее пространство. Причем, в качестве начала этого пути можно выбрать любой из прообразов соответствующего начала пути. Ну, значит, на нашем языке, поскольку мы не используем топологический язык, это свойство поднятия путей формулируется следующим образом. Если у нас есть путь, скажем, Q в нашем факторе, и начинается с некоторой вершины, но которая является образом некоторой вершины нашего дерева, то существует путь P в нашем дереве, такой, что, который начинается в этой, ну, то есть в прообразе этой вершины, и который отображается в наш путь Q. То есть, пишем вот таким вот образом. P с чертой равняется Q. Иначе говоря, значит, если у нас имеется путь в нашем факторе графе, и если мы рассматриваем начало этого пути и произвольный прообраз этого пути в нашем дереве, то существует поднятие этого пути в нашем дереве, то существует такой путь, который начинается в этом прообразе, и который отображается в данный путь в Q здесь. Итак, любой путь можно поднять. Значит, что отсюда следует? Ну, естественно, теперь рассмотреть тот путь, который является поднятием этого цикла. Давайте посмотрим. То есть, значит, цикл начинается наш в вершине в этой чертой. Это означает, что существует некоторый путь P, такой, что он, который начинается... Значит, существует путь P на деле. Нам надо написать корректно в деле. Существует путь P в T, который начинается в нашей вершине V0. Ну, мы фиксируем эту вершину V0, и который отображается в наш цикл. Теперь посмотрим, на какой вершине оканчивается наш путь P. Дело в том, что, естественно, если мы рассмотрим цикл, то необязательно цикл поднимается в цикл на дереве. Ну, на самом деле, даже на дереве, в общем-то, и нет. Мы можем считать, что C – это путь, который не содержит взаимообратных ребер, то есть, C – приведенный цикл. Но если мы рассматриваем приведенный цикл, ну, как, в общем, легко видеть, что ему соответствует, может, соответственно, только приведенный путь. Потому что, если у нас был путь не приведен в дереве, это означает, что здесь была какая-то пара взаимообратных ребер. То есть, естественно, если мы отобразим его в путь на фактор графе, то там тоже возникнет пара взаимообратных ребер. То есть, приведенные пути в T отображаются в приведенные пути на фактор графе. Поэтому если у нас был путь приведенный, вернее так, неприведенные пути в Т, отображается в неприведенные пути фактор графия. Поэтому если у нас в С был приведенный цикл, то и П приведенный, то и П у нас будет приведенный путь. А мы знаем, что П приведенным циклом быть не может, потому что на дереве не существует нетривиальных циклов. Поэтому это просто будет некоторый путь, и рассмотрим конечную вершину этого пути. Но конечная вершина этого пути, она естественным образом должна отображаться в конечную вершину нашего цикла. Поскольку этот образ пути является нашим циклом, то и конечная вершина нашего пути будет являться конечной вершиной этого цикла. Но конечная вершина нашего цикла является вот эта вершина В0. Это просто означает, что конечная вершина нашего поднятия пути, она просто будет лежать в орбите этой вершины V0. То есть это просто означает, что конечная вершина пути будет являться вершиной, которая получается из V0 под действием некоторого элемента G. Значит, у нас получается наши группы. Значит, G это элемент нашей группы. Ну, собственно, что получается? У нас мы взяли и осмотрели цикл, и ему соответствует некоторый элемент группы. Вот этот элемент группы G мы возьмем в качестве образа нашего элемента фундаментальной группы. Итак, давайте я сейчас перепишу вот эту конструкцию так, чтобы у нас получилось как раз вот это отображение. Итак, мы рассматриваем произвольный элемент F нашей фундаментальной группы. Ему соответствует некоторый цикл, который начинается и оканчивается в этой вершине. Дальше, для этого цикла мы рассматриваем поднятие. То есть существует, да, существует некоторый путь P, такой, что P начинается в прообразе этой вершины и оканчивается, и отображается наш цикл. Тогда начальная вершина этого пути есть вершина, которая лежит в той же орбите. И по определению полагаем вот это отображение, F, то есть этот изоморфизм, который мы хотим построить, мы обозначим его через F. То есть образ вот этого элемента фундаментальной группы является вот этим элементом G. То есть по F мы сначала строим цикл, по циклу мы строим его поднятие P. Потом берем конечную вершину и берем тот элемент G, который переводит эту начальную вершину в эту конечную вершину. И в качестве образа нашего элемента фундаментальной группы берем как раз вот этот элемент группы. Ну, во-первых, нужно понять, что здесь, когда мы строили это отображение F, конечно, мы видели, что здесь есть некоторый произвол. То есть мы произвольным образом выбираем цикл, ну, вообще говоря, мы не знаем точно, но вообще говоря, мы каким-то произвольным образом выбираем поднятие этого пути, ну, и выбираем вот этот элемент G. Допустим, что мы выбрали какой-то другой цикл. То есть у нас имеется некоторый цикл C'', который определяет тот же элемент фундаментальной группы. То есть что мы хотим проверить сейчас, это корректность вот этого определения. То есть независимость от выбора вот этих промежуточных данных. Значит, допустим, что есть какой-то другой цикл. Допустим, что мы его поднимаем до некоторого другого пути F'', таким же образом. И допустим, значит, у нас получается конечная вершина этого пути. Есть некоторый элемент G'. И мы хотим показать, что на самом деле G' и G' это тот же самый, один и тот же элемент. Ну, что для этого нужно? Во-первых, значит, вот это равенство означает, что у нас классы гомотопии, которые определяются вот этими циклами C' и C', они совпадают. Другими словами, они лежат в одном классе гомотопных циклов, и это означает, что они просто гомотопны. То есть вот это равенство означает, что просто C' и C' гомотопны. Ну, что значит, давайте напомню, что значит гомотопные пути. Пути гомотопные, если от одного можно перейти к другому, с помощью элементарных операций гомотопии. В данном случае для пути гомотопии элементарные операции гомотопии состоят в удалении или вставки, или вставок пара взаимнообратных реветов. Ну, тогда получается, что это означает, что от C' можно перейти к C' с помощью удалений и вставок взаимнообратных реветов. Ну, если C' получается из C' какой-то вставкой пары взаимнообратных реветов где-то, то, соответственно, мы рассмотрим прообраз этой пары реветов на нашем дереве, и получается, что P' поднятие этого пути тоже будет являться поднятием пути P тоже с помощью... Ну, смотрите, что я хочу доказать. Я хочу доказать, что если у нас имеется два гомотопных цикла на нашем факторографе, то есть поднятие соответствующих путей тоже будут гомотопны уже в нашем дереве. Ну, надо начать просто с того, что рассмотреть последовательность элементарной гомотопии, которая переводит один цикл в другой, и показать, что это последует и соответствует элементарной гомотопии на нашем прообразах этих... То есть поднятие этих путей на график Элли. Ну, в общем, это довольно очевидно, но, конечно, давайте проведем формальное рассуждение. Ну, вот, например, давайте я где-нибудь нарисую картинку. Вот у нас был где-то наш путь С, и мы взяли... Значит, ему соответствовал некоторое поднятие этого пути P. То есть, скажем, путь С получался вставкой пары взаимно... Путь С-штрих получался вставкой пары взаимнообратных ребер в С. То есть мы взяли в качестве пути С... В качестве пути С-штрих мы возьмем тот же путь С, но вместо... В каком-то месте мы... Значит, вместо того, чтобы продолжать движение по пути С, мы просто сначала идем по ребру, потом идем по обратному ребру. Ну, теперь давайте посмотрим, соответственно, прообраз этой вершины в P. Значит, мы идем... Значит, мы находимся здесь... Мы находимся здесь в какой-то вершине в P, который отображается в нашу вершину. И, значит, это ребро имеет прообраз здесь. Почему? Потому что... Ну, значит, оно имеет где-то прообраз. То есть это ребро нашего фактор-графа. Ребро фактор-графа по определению... Это ребро, которое получается из прообраза... Сейчас, допустим, это вершина W. Значит, это... Это вершина W, это вершина W-штрих. Вот. Значит, это ребро... Это есть образ некоторой вершины в нашем дереве. То есть оно выходит где-то из какой-то вершины W-штрих. Отображается вот в это ребро. Но... Если мы рассмотрим нашу вершину W-штрих, она... Они... W-штрих лежат в одной орбите. А поскольку они лежат в одной орбите, это означает, что некоторый элемент при действии на эту вершину W-штрих переводит эту вершину W-штрих, переводит эту вершину W. Ну, тогда это ребро перейдет в некоторое ребро, которое начинается в этой вершине W, и которое тоже будет являться прообразом. То есть это фактически... Тут это фактически вот как раз мы... Получается, что вот это ребро, оно поднимается... Оно поднимается в нашу вершину W. И тогда, значит, для того, чтобы получить... Вот этот... Найти вот этот путь P-штрих, который будет являться... Прообраз... Который является поднятием пути C-штрих, и который будет гомотопен P, в качестве его мы просто возьмем такой же путь, такой же... В P просто вставим вот эту пару взаимнообратных ребер. То есть, если у нас есть вставка взаимнообратных ребер в C, то ему соответствует вставка некоторых взаимнообратных ребер в P-штрих. Мы получаем гомотопное поднятие. Теперь, если у нас есть сокращение пары взаимнообратных ребер... Значит, вот путь C... Давайте так... У нас есть некоторое ребро. И путь C... Это просто получается... Сначала мы вдоль... Вдоль какого-то подпути идем, потом в какой-то момент мы идем вдоль этого ребра, потом идем обратно. Вот это путь C. Значит, у нас имеется прообраз этого пути. То есть, поднятие этого пути в нашем дереве. Значит, мы приходим в эту вершину. Вот. Дальше мы поднимаем... Значит, вот здесь... Поднятие. Значит, вот это ребро есть здесь. Потом это ребро есть здесь. То есть, вот это ребро отображается в одно, в то, в то, которое мы идем сначала вдоль этого ребра. Потом это ребро отображается в обратное. То есть, мы вообще не знаем, что вот это ребро должно отображаться в обратное. Но дело вот в чем. Дело в том, что... Допустим, что эти два ребра... То есть, мы... Допустим, что у нас есть... Давайте так, я формально сейчас напишу. Значит, C мы нравим, скажем... Ну, C1. Дальше идет какое-то E. E минус 1, C2. Теперь можно его значить и так. Значит, C1. Здесь получается E. E. Дальше у нас есть E минус 1, здесь и C2. А P будет, соответственно, иметь вид P1. Дальше у нас есть D. Дальше у нас есть D штрих P2. То есть, мы не утверждаем, что D и D штрих взаимно обратны. Где D переходит в E, а D штрих переходит в обратное. Вот. Но давайте рассмотрим вот эту вершину. И что получается? Значит, мы знаем точно, что D и D штрих... E минус 1. E это обратное ребро E минус 1. Значит, получается, что D минус 1 и D штрих лежат в одной орбите, поскольку они отображаются в одно и то же ребро, которое обратно к E. Но поскольку D штрих и D минус 1 лежат в одной орбите, это означает, что есть некоторый элемент группы, нашей группы, которая действует на нашем дереве, который переводит, скажем, D минус 1 в D штрих. Но, смотрите, вот это ребро переводит вот в это. Но это означает, что этот элемент группы, он сохраняет неподвижную вот эту вершину, которая является концом D, потому что конец D должен переходить в начало D минус 1. Конец D, который является началом D минус 1, оно является одновременно началом D штрих. То есть, эта вершина должна сохраняться. А теперь мы используем условие, что у нас действие группы на нашем дереве свободно. То есть, эта вершина, никакой нетривиальный элемент группы не может сдвигать, не может оставлять совершенно неподвижной. Отсюда следует, что G это просто единичный элемент группы. И отсюда будет следовать тогда, что поскольку G единичный элемент группы, что ребра D штрих взаимообратны. То есть, на самом деле, поднятие нашего пути у нас имеется точно такая же картинка. Мы идем сначала вдоль E, вдоль D, а потом возвращаемся обратно по этому же ребру. И что получается при этом? Значит, если мы, если наша, если эта элементарная гомотопия получается удаление вот этих пар взаимообратных ребер, то мы точно такую же пару взаимообратных ребер можем удалить из пути P. И получается, что мы получаем поднятие поднятие вот этого цикла C штрих, который получается удалением из C вот этой пары ребер, которая тоже будет являться, которая получается точно таким же элементарным элементарной гомотопией из пути P. Другими словами, если у нас есть цепочка элементарных гомотопий от C C штрих, то у нас есть такая же цепочка элементарной гомотопии, то у нас есть поднятие, для каждого пути мы можем найти такое поднятие, которое является, которое будет являться, которое будет соответствовать, для каждого пути прямозвучно мы можем найти такое поднятие, что эти соответствующие пути будут составлять цепочку гомотопных преобразовать. Ну, единственное, что получается, что если С и С' гомотопны, то соответствующим поднятием, то существует такое поднятие П', которое тоже будет являться поднятием существует поднятие П' вот этого пути С', которое будет гомотопное П, ну еще нужно заметить на самом деле, что вот это поднятие путей, которое мы определили, оно действительно определяется единственным образом. То есть, вот это свойство поднятия путей, кроме того, что он включает в себя, что существует такой путь, на самом деле он является единственным путем. Ну, а дело в том, что, опять же, если у нас есть путь П, который отображается на путь некоторой С в нашем факторографе, то каждое ребро, значит, как мы строим путь П? мы идем последовательно по ребрам пути С, и каждый раз находим поднятие этого ребра соответствующим прообразом. Допустим, в какой-то момент мы рассмотрели некоторую вершину В, которая будет являться прообразом, некоторую вершину В-черкту, которая будет являться прообразом вершины прообразом вершины В, и дело в том, что мы не можем двумя способами, не существует двух ребер, которые отображаются вот в это ребро, которое является, по которому мы должны пойти в образе. Почему? Потому что, если бы у нас было, если бы у нас два различных ребра, которые отображаются на него, точно так же мы заметили, что эти два ребра лежат по одной орбите, вот, и тогда под действием некоторого элемента группы одно ребро переходит в другое, в другое, тогда этот элемент группы должен сохранять неподвижную вот эту вершину, а такой элемент может быть только тривиальным, получается, что вот эти два ребра просто совпадают. То есть каждый раз, когда мы поднимаем путь в нашем дереве, то оказывается, что мы будем поднимать этот путь можно только единственным образом, поэтому получается, что если у нас имеется два пути гомотопных на факторе графе, если мы поднимаем их, то получается гомотопные пути на нашем дереве. То есть, отсюда что получается? Значит, пути П и П штрих гомотопные, а если пути гомотопные, В частности, отсюда следует, что у них начальные и конечные вершины совпадают. Ну, конечные мы фиксировали В0. Но дело в том, что получается, что конечные пути у наших гомотопных путей совпадают. Ну и тогда что получается? Дело в том, что этот элемент G, который определяется таким образом, что при действии этого элемента G, он получается как раз конечными вершинами этого пути, он также определяется единственным образом. В силу того, что опять наше действие свободно. Почему? Потому что если у нас имелся некоторый элемент G' и он действовал, некоторый другой элемент G', который при действии на нашу вершину В0 приводил к одной и той же вершине, то получилось бы, что если мы подействуем, скажем, на эту вершину элементом G-1, значит, здесь получается та же самая вершина В0, а здесь получается некоторый элемент группы, который при действии на вершину В0 дает ту же вершину. Поскольку наше действие является свободным, то этот элемент должен быть, это просто единичный элемент группы, и получается, что G равно G'. То есть получается, что G, если у нас имеется G, элемент G, который при действии на вершину В0 дает вот эту вершину, то есть получается, что G равно G'. То есть как раз и мы получили, что это выражение корректно. То есть каждому элементу фундаментной группы соответствует единственный элемент G', который получается вот таким вот образом. На самом деле это фактически самая трудная часть вот этого доказательства. Все остальное будет уже легко. То есть мы получили, что это корректное отображение. Фи это корректное отображение. Фи от F равняется G, определяется корректно. Ну и теперь надо показать, что это гоморфизм группы, и на самом деле, что это изоморфизм групп. Итак, чтобы показать, что это гоморфизм групп, значит, надо показать, что если у нас имеется два элемента фундаментальной группы, и ему соответствует, если мы возьмем, применим фи к этому элементу, к этому произведению, то оно будет просто равно произведению соответствующих образов. Ну давайте посмотрим просто, каким образом получается, каким образом получается вот левая и правая часть соответствующих равняшек. Ну допустим, что у нас есть, значит, что? Допустим, у нас есть, мы определяем для каждого из этих элементов F1, F2, мы, соответственно, определяем соответствующий циитый, цикл. Дальше циитая поднимается в путь Пи ты, где Пи ты путь в нашем дереве. И жиль и ты, просто соответствующий элемент, который получается из конечной вершины соответствующего пути Пи и ты. Теперь давайте посмотрим, как определить элемент, который соответствует произведению. Значит, надо сначала взять произведение и представить его как гомотопный класс некоторого цикла. Ну естественно, по определению произведения, если у нас есть 2 элемента фундаментальной группы и мы берем их произведение, то их произведение – это просто класс гомотопных утеев, который соответствует произведению двух представителей соответствующее класса гомотопии. То есть в качестве представителя для цикла f1 и f2, который представляет этот элемент, можно просто взять произведение цикла. То есть у нас получается f1 и f2, просто есть произведение вот этих циклов. Хорошо. Теперь надо поднять вот это произведение вот этих циклов, рассмотреть его поднятие на нашем дереве. Ну, значит, мы должны найти путь, который отражается в произведении вот этих циклов, который начинается в вершине v0. Ну, естественно, сначала мы идем до c1 и будет соответствовать поднятию пути p1. Ну, где-то у нас есть поднятие пути p2, которое отображается, c2. Вот здесь у нас будет вершина g1 v0, здесь у нас будет вершина g2 v0. Но дело в том, что когда мы рассматриваем поднятие вот этого цикла, то мы не можем брать в качестве поднятия этого цикла просто произведение p1, p2. Потому что p2 начинается вот с этой вершины, а p1 вообще начинается с этой вершины. Но дело в том, что вот эти две вершины, они лежат в одной и той же орбите, то есть в орбите этой вершины v0 под действием нашей группы. И поэтому нам нужно рассмотреть поднятие нашего пути p2, который начинается вот в этой вершине. Это будет какой-то путь p2'. Но в путь p2' они оба отображаются в один и тот же путь c2. И поскольку они отображаются в один и тот же путь c2, это означает на самом деле, что один получается из другого умножением на некоторый элемент. На самом деле для этого нужно взять как раз элемент точности g1. То есть p2' вот этот путь получается действием нашего пути p2, действием на наш путь p2 вот этого элемента g1. g1, то есть получается вот этот путь p2' это в точности путь g1, p2. И этот путь g1, p2 будет оканчиваться в вершине, которая получается... Нет, извините, да, g1, p2. p2 оканчивается вот здесь. И для того, чтобы посмотреть, где оканчивается вот этот путь, то надо просто взять вот эту конечную вершину этого пути и просто подействовать на него слева g1. То есть получается g1, g2, p2. Иначе говоря, мы получили путь, который... Мы получили поднятие вот этого произведения двух циклов. И поднятие состоит в том, что мы сначала идем по p1, а потом идем по пути, который получается действием элемента g1 на p2. И этот путь, который является поднятием вот этого произведения, он оканчивается в этой вершине. И получается, что этому произведению как раз и соответствует элемент g1, g2. То есть φ по определению от f1, f2 как раз и есть в точности вот это произведение вот этих элементов g1, g2. Но что и требовалось доказать. Потому что вот этот элемент g1, этот элемент g2, а φ от этого произведения как раз и будет произведение вот этих двух элементов. Значит, мы доказали, что φ это галмарфизм групп. Теперь остается просто заметить, что это изоморфизм. Для того, чтобы доказать, что это изоморфизм, нужно показать две вещи. Значит, нужно показать, что ядро этого отображения это тривиальная подгруппа, а образ этого отображения это из вся группы g. Ну, это практически очевидно. Значит, если у нас есть... Что значит образ этого элемента вся группа g? Это означает, что любой элемент g может появиться вот в таком вот виде. Ну, что для этого... Как получить элемент группы... Элемент фундаментальной группы, которая отображается в наш элемент g? Значит, надо взять вершину v0, надо взять вот эту вершину gv0. Значит, дальше надо просто соединить их путем, поскольку наше дерево связано некоторым путем p. Дальше взять, посмотреть, куда это отображается наш путь p в факторография. То есть, p это есть некоторый цикл. Почему? Потому что вершина v0 и вершина gv0 отображаются в одну и ту же вершину, которая является образом вершины v0. То есть, мы получаем цикл. И цикл представляет некоторый элемент фундаментальной группы. И как раз по определению образа этого элемента фундаментальной группы есть в точности наш элемент g. Потому что мы просто проходим нашу конструкцию определения f просто в обратном порядке. То есть, вот это проверили. Ну и что означает, что элемент принадлежит ядру этого отображения? Это означает, что есть нетривиальный... Есть некоторый цикл c, который представляет элемент в лежащем ядре. Вот, но мы поднимем этот цикл до пути p вот таким вот образом. И дальше рассмотрим конечную вершину этого пути p. Вот, ну давайте посмотрим вот что. Давайте в качестве любой цикл, любой путь гомотопия к некоторому приведенному пути. Любой цикл, соответственно, гомотопия к некоторому приведенному циклу. Значит, в качестве c рассмотрим приведенный цикл. И тогда, как я уже заметил выше, мы рассмотрим поднятие приведен... Если мы рассмотрим прообраз приведенного пути на нашем фактографе, то ему будет, соответственно, приведенный путь. То есть, p будет... Если c приведенный путь на фактографе, то p приведенный путь в нашем деле. Но если получается, что у нас имеется приведенный путь, но если P не пустой путь, то G нетривиальный элемент группы. Почему? Потому что наш граф, ну давайте так, значит P приведенный путь, допустим, что этот элемент не тривиальный элемент фундаментальной группы. Это означает, что C не пустой путь. Но тогда и P не пустой путь. И получается, что если P не пустой путь, то и тогда вот эта вершина конечного вершина этого пути не может совпадать с его начальной вершиной. Почему? Потому что если у нас есть непустой приведенный путь в дерево, то его начальные и конечные вершины не могут совпадать, потому что иначе он был бы нетривиальным циклом, а дерево не может иметь нетривиальный цикл. Значит, имеется вот такое неравенство, и тогда вот этот элемент, то есть вот этот элемент как раз у нас получается V0, а это у нас GV0. Отсюда следует, что G не равно единице. То что получается? Что если у нас имеется нетривиальный цикл, то он отображается нетривиальным образом в некотором элементе G. То есть он не может лежать в ядре. Это получается противоречие с тем, что мы выбрали элемент ядра, потому что если определили элемент ядра, мы должны получить элемент равный единиц. Получается противоречие. Так, ядро тоже этого отображения получается единица. И, собственно, это доказывает нашу теорему. Ну, вот, заключение, значит, теорема доказана. В заключение по поводу доказательства теоремы я хотел бы сделать одно замечание. На самом деле, видите, что это такое совершенно геометрическое доказательство, и из этого геометрического рассуждения вытекает вот этот известный геометрический факт. Отгруппа, свободная группа является свободной. И во многом вот такое вот доказательство, оно как бы, оно фактически стимулировало исследование в области геометрической теории групп. То есть, мы получаем с помощью каких-то геометрических рассуждений, мы можем доказывать некоторые алгебрологические результаты. Ну, в заключение сегодняшней лекции я рассмотрю еще одно понятие. Я веду еще один граф, который называется графом Шрайера. Вот, качественно. Это был граф Хелли, теперь граф Шрайера. Ну, граф Шрайера определяется для подгрупп. То есть, на самом деле, данные, которые нужны для определения графа Шрайера, они состоят в следующем. У нас имеется группа, у нас имеется множество оправдающих для этой группы, и у нас имеется некоторая подгруппа. Но, на самом деле, граф Шрайера строится некоторым похожим образом на граф Хелли, только в качестве вершин берутся не элементы группы G, а в качестве вершин берутся смежные классы. То есть, граф Шрайера, которым мы будем означать, скажем, С, рукописная, и вот как раз вот эти три элемента данных. То есть, сама группа, множество порождающих, и вот эта подгруппа H. Значит, вершины, в качестве вершин берется множество левых смежных классов. Так же, левых смежных классов под группой H, группы G по подгруппе H. Ну, мы знаем, что множество смежных классов, множество левых смежных классов, как и множество правых смежных классов, они образуют развеяние группы. То есть, любые два смежные класса либо совпадают, либо не пересекаются. Теперь, в качестве, то есть, по фактически имеем отношение эквивалентности, которые индуцируются смежные классы. То есть, два элемента эквивалентны, если они принадлежат, если они не лежат в одном смежном классе. Значит, множество вершин строится точно таким же образом, как и для графа Кейн. То есть, множество ребер нашего графа Шрайера будет являться произведением, то есть, множество пар, которые состоят из вершины, то есть, смежного класса, и порождающего или ему обратное. То есть, вот таким вот образом. А, Ж, А, где Ж лежит в нашей группе, а А – это порождающий или ему обратное. Ну, и ребра, они определяются точно таким образом. Ну, образом означает следующее, что если у нас имеется ребро, которое соответствует смежному классу, ну, скажем, H, Ж, значит, если имеется ребро, которое соответствует паре, то начальная вершина этого ребра, она является, будет являться, как раз вот этот элемент, смежный класс H, Ж, а конечная вершина этого ребра как раз получается произведением смежного класса, которая соответствует произведению вот этого элемента Ж на порождающий или ему обратный А. То есть, вот такая вот пара. H, Ж, H, Ж, А. Ну, соответственно, обратное ребро получается точно таким же образом. Значит, если мы Ж хотим получить обратное ребро, то, соответственно, оно будет начинаться вот в этой вершине. И, ну, будет соответствовать пара, второй элемент, который будет, соответственно, обратный к этому порождающему, ему обратно. Ему обратный. Вот. То есть, вот это определение, оно похоже на определение графа Кэрит. Ну, давайте какой-нибудь рассмотрим простейший пример. А, ну вот сейчас простейшие примеры вот такие. Ну, допустим, мы рассматриваем, ну, сейчас тривиальную группу. Тривиальную подругу. Что при этом получается? Ну, тогда у нас получается, каждый смежный класс просто, это фактически одноэлементное множество, ну, фактически элемент группы. И тогда определение графа Шрайера, оно в точности повторяет определение графа Кэрит, потому что здесь берутся не смежные классы, а просто самые элементы группы. То есть, в этом случае, граф Шрайера, он просто, ну, изоморфен графу Кэрит. Ну, как бы, поскольку, то есть, мы здесь ничего нового не получаем по сравнению с графом Кэрит. Еще один случай достаточно простой, когда H, это нормальная подруга. В этом случае что получается? Значит, получается, смежные, левые смежные классы по нормальной подгруппе, но левый смежный класс по нормальной подгруппе, ну, как и правый, впрочем, да, они совпадают с правыми, значит, он отождествляется с элементом фактор группы. То есть, мы здесь имеем фактически элементы в качестве вершины нашего графа Шрайера будут соответствовать элементам фактор группы, G по H. Ну, а если у нас есть группа, если у нас есть ее фактор группы, то множество порождающих для группы, оно естественным образом отображается в некоторое множество порождающих... Естественным образом отображается множество, порождающее фактор группы. То есть если мы обозначим этот естественный образ через А чертой, то получается, что здесь фактически будут элементы, порождающие вот этот фактор группы и ребра нашего графа Шрайера. Они в точности будут соответствовать ребрам графа Кэрри, но только не для группы G, а для фактора группы. То есть в этом случае получается просто, если мы посмотрим на определение, получается в точности вот такой вот изоморфиз. То есть граф Шрайера в этом случае, в случае если подгруппа нормально, он в точности будет совпадать с графом Кэрри, но только для фактора группы G по H. При этом в качестве множества, порождающих для фактора группы надо взять естественный образ множества, порождающих для группы в этой фактор группе. Ну поэтому, если мы хотим получить какие-то новые примеры графа, которые отличаются от графа Кэрри, то нужно брать, интересный случай получается, когда H не является нормальной подгруппой группы G. Ну в частности, отсюда следует, что неинтересно брать случай, когда, например, группа G Аберева, потому что в этом случае любая подгруппа является нормальной, и граф Шрайера будет совпадать с соответствующим графом Кэрри для фактора группы. Давайте рассмотрим какой-нибудь случай, когда H не является нормальной подгруппой, и G не является Аберевой группой. Ну самый простейший пример не Аберевой группы, это группа порядка 6, и как мы уже видели, это группа D3. То есть мы рассмотрим в качестве подгруппы G, в диидральную группу порядка 6, а в качестве подгруппы, ну давайте я напишу множество порождающих. Вот это определение диидральной группы порядка 6. В качестве подгруппы H берем, например, группу, которая порождена одним из порождающих. Это циклическая группа порядка 2. Значит, смотрите, вершины графа Шрайера соответствуют смежным классам. Ну поскольку группа имеет порядок 6, а подгруппы имеет порядок 2, то у нас имеется ровно 3 смежных класса. И давайте посмотрим на них. Значит, это первый смежный класс, который совпадает со всей группой. Дальше, если мы возьмем, умножим на B, получается HB. Нам нужно брать слевые смежные классы, то есть умножать справа. Получается B и VA. И если мы еще умножим слева на A. Сейчас H, B, A. Если мы можем справа на A, то получается... Нет, справа на A не получается. H, B. Так, значит, какого элемента здесь не хватает? Не хватает элемента AB, да? Значит, H, AB. Значит, если мы умножим на AB, получается здесь AB и AB, A. А, вот в чем дело. Здесь я неправильно написал. Значит, если мы умножаем справа на B, то получается B и AB. А если мы умножим еще справа на A, то получается B, A и AB, A. И как мы уже видели, вот эти шесть элементов, они в точности исчерпывают все элементы нашей группы. Вот три смежных класса. Теперь давайте нарисуем граф. Значит, у нас будет три вершины. Скажем, если в качестве этой вершины возьмем вершину, которая соответствует вот этому смежному классу, то есть самой подгруппе. Дальше, значит, если мы умножаем эту вершину на A, то есть если умножаем этот смежный класс справа на A, то получаем тот же смежный класс. То есть получается вот такая вот петля. Ну, я напомню, что мы еще согласились, что поскольку элементы A и B имеют порядок 2, то мы вместо пары взаимообратных ребер рисуем просто одно ребро без указания его направления. То есть вот это ребро, в самом деле, соответствует двум ребрам, которые идут туда и обратно, и которые соответствуют порождающему A и ему обратно, которые с ним совпадают. Дальше, если мы умножаем на B, то получаем вот такой смежный класс, то есть рисуем такую красную. Дальше, если мы умножаем этот смежный класс, вот так вот надо рисовать, на A, то получаем HB, а здесь будет HBA. И, значит, в этой вершине больше нет никаких ребер. Почему? Потому что, ну, фактически мы имеем степень каждого ребра в данном случае, так как и в случае Крафа Перри, степень каждого ребра будет равна 4. То есть на самом деле это ребро степени 4, но только мы подразумеваем, что вместо каждого ребра, каждого красного ребра здесь имеется 2 красных ребра и 2 с теми же концами вместо каждого синего имеется 2 синих ребра с теми же концами. То есть здесь уже больше никаких ребер не будет, здесь уже больше никаких ребер не будет. А что получается, если мы вот этот смешанный класс умножим на b? То есть если мы рассмотрим hbab, он состоит из, значит, надо взять вот этого bab, который является a b a. И b a b a, это просто b a в квадрате, который будет являться просто то же самое b a. То есть на самом деле, если мы при умножении справа на вот этот смежный класс на b, мы получаем такой же смежный класс. То есть получается вот такая картинка. Ну мы видим, что граф Шрайера, вот этой группы, относительно вот этой подгруппы, естественно, порождающих. И мы видим, что уже граф Шрайера, он не такой симметричный, как граф Кэрри. То есть мы видим, что здесь никакая нетривиальная группа на этом графе не действует. То есть все вершины, они имеют разные... Каждая вершина локально устроена по-разному. Ну, в качестве лёгкого упражнения можно доказать такой факт. Если у нас есть... Значит, группа G действует на своём графе Шрайера относительно подгруппы некоторой. Причём действует, ну, естественным образом, левыми умножениями. Тогда и только тогда, когда H нормальная подгруппа. То есть граф Шрайера симметричен, ну, естественным образом, тогда и тогда, когда подгруппа H нормальная. Ну, в качестве дополнительных худопражений я дам... Я сформулирую ещё несколько, но это упражнение на рисование графов Кэрри. Значит, описать графы Кэрри для следующих групп. Ну, значит, у нас будет всегда два порождающих. И, соответственно, множество порождающих будет состоять из этих двух элементов. Значит, первая группа... Давайте так... Два порождающих. А соотношения такие. Квадрат B кук равно единице. Вторая группа. Ну, вот это вот... Это не очень сложно. А вот это... Следующее упражнение чуть посложнее будет. Ну, дело в том, что описать... Что значит описать граф Кэрри? Это означает, что мы рисуем некоторый граф или там описываем некоторый граф, описываем его строение и говорим, что этот граф в точности является графом данной группы относительно этого множества порождающих. То есть, нужно фактически доказать утверждение, что вот этот граф, который мы описали, он является в точности вот этим графом Кэрри, который мы хотим описать. Ну, вот в этом случае, в общем, это не так сложно доказать. Но вот в том случае, который я сейчас... В том случае, в том случае группы, которую я сейчас напишу... Значит, A квадрат равно B куб равно... А квадрат равно B куб равно B куб равно B куб равно B куб равно B куб. Вот еще одна группа тоже с двумя порождающими. Значит, качество множества порождающих относительно которого берется... Нужно описать граф Кэрри. Как раз он состоит из этих двух... Это множество состоящее из этих двух элементов. Вот такая группа. A квадрат равно B куб равно A B куб равно A B6 равно 1. То есть, я предлагаю просто описать, как выглядит граф Кэрри в этом случае. Ну, это первая задача. Ну, вторая задача – это доказать, что именно вот этот граф, который вы опишите таким образом, он будет в точности является графом Кэрри. Ну, вот это уже будет задача с ним, скажем так, с двумя звездочками. И, ну, значит, попробовать. Значит, если не получается, то ничего страшного. Ну, в общем-то, то, что я хотел бы, просто попробовать сам граф описать только без доказательства того, что этот граф является графом Кэрри вот этой группы. Ну, все. На сегодня все. Субтитры создавал Dior